Всем привет! Вы на канале Хамстер Трейда. Сегодня в обзоре у меня три прям ультрамолодых монеты. Мы разберем сегодня для покупки в портфель на средний срок. В принципе, до следующего сезона уж точно их можно покупать и держать. Монетки будут DYDX, Karura и Shiden Network. Значит, начнем с DYDX. А сначала давайте немного вообще о проекте. Как видите, это у нас биржа, децентрализованная биржа. Ну, в общем, DYDX это у нас токен управления для протокола второго уровня. Одноименно это, естественно, децентрализованная биржа, криптовалюта. Она не связанная с хранением. Подключается к кошелек и все, естественно, с кошелек на кошелек напрямую происходит продажа. Но, единственное, здесь можно выставлять, естественно, лимитные ордера. Платформа с открытым исходным коном, с функциональностью смарт-контрактов и DYDX. Она предназначена для пользователей, чтобы предоставлять, занимать и торговать, естественно, криптоактивами. DYDX она поддерживает, естественно, спотовую торговлю. Но основное внимание, естественно, у нас на FUTE и маржиналку, потому что именно там биржа зарабатывает хорошие деньги. А биржа, она была основана, ой, вернее, сам токен, он проект, он был основан в 2017 году. Были крупные венчурные фонды, инвестировали в эту компанию, примерно, как пишут, более 10 миллионов долларов. А сама биржа, естественно, была запущена в 2019 году, поэтому бирже примерно 3 года. А их токен, он первоначально был размещен на ICO, и это было 9 сентября 2021 года. Поэтому токен, он вообще очень-очень молодой. Теперь пару таких нюансов. Смотрите, тут написано, объем торговли 985 миллионов долларов, эквивалент. Да, в принципе, объемы действительные. Если мы перейдем на CoinMarketCap и введем сюда DEX, децентрализованный криптовалютный биржи, мы видим, что данная биржа DYDX, она находится на втором месте, она практически конкурирует с Uniswap. Поэтому объемы действительно большие. И действительно у этой биржи есть какое-то будущее. Поэтому ее токен, он также самый, естественно, имеет все шансы в будущем хорошо подрасти. Теперь немного об их токене. Кстати, вот сама биржа, естественно, сам функционал биржи, он немного такой урезанный, немного тяжелый. Я вот пытался тут что-то даже строить, делать. Но, конечно же, торговать полноценно здесь, ну, как не очень, не Ice, я вам скажем так. Да, но тем не менее, основные инструменты, все есть, в принципе, позволяет эта биржа делать. В таймфрейме 4 часа так, тут даже, а, вот, день есть, недельки нету, месяца нету, 4 часа и все. Ну, такой функционал, груз, скудненький, ребята. Есть какие-то, наверное, основные индикаторы и все. Но, тем не менее, скажем так, это намного живой проект, нежели мы смотрели, там, биржа от Waves или биржа LRC, да. Там просто шлак какой-то шаблонный, то есть, дизайн был, вообще никаких объемов, полная параша, да. Здесь, в принципе, реально рабочий проект, он в топе 2 находится по объему среди дезинфицированных бирж, поэтому проект вполне себе имеет все шансы на развитие. По поводу его токена, обратите внимание, фишка здесь, она наподобие биржи Bitfinex. У Bitfinex есть токен Leo, кстати, попозже я запилю обзор. И суть такова, что вы покупаете ихний токен, кстати, ихний токен есть и на бирже Bain. Давайте сейчас покажу, не говорить. Вот перейдем, здесь есть и Bainox, и Gate, FTX, KuCoin. В принципе, на основных топовых биржах можно купить ихний токен. И суть такова, покупаете ихний токен, естественно, подключаете свой кошелек, значит, ихняя биржа видит, если у вас есть 100 монет и больше, соответственно, вам скидка на комиссию 3%. Ну и как видите в таблице, там, да, сами все видно, если у вас больше 5 миллионов монет, значит, вам комиссия, скидка на комиссию 50%. Дальше у нас вот показана сразу структура комиссии, если у вас объем меньше 1 миллиона долларов, тогда у вас комиссия мейкера там 2 сотых процента, тейкера 0,05%. Соответственно, если у вас чем больше комиссия, ой, чем больше объем торгов, тем, естественно, меньше комиссия. Плюс, если у вас есть ихние токены, соответственно, будет еще больше скидка на комиссию. Комиссия, скажу, она маленькая, она адекватная, не так, как на некоторых биржах. В принципе, у проекта есть все шансы. Теперь мы переходим на график, но, естественно, тут на графике особо анализировать нам нечего, потому что монета там сентябрь 2021 года, но, тем не менее, давайте попробуем что-то здесь найти. Обычный график беру, не логарифмический, дневной таймфрейм, потому что на недельке здесь вообще нечего смотреть. Индикатора абсолютно здесь нечего смотреть, поэтому индикаторы закроем, включу дневку. Что у нас здесь происходит? Естественно, монета пресейл, то есть от всего, хайп, все пампится. У нас как раз конец 2021 года еще был положительный. Крипта росла и на медвежьем реке все начался, естественно, это все скатилось вниз. Коррекция 96% в общем. Коррекция уже хорошая состоялась, поэтому монету, в принципе, можно даже там примерно по каким-то уровням набирать. Тут уже решать сам, или вы там маркет берете, или вы адекватно начинаете какие-то уровни здесь набираться. Обязательно дно какой-то набора, это район доллара. И потом можно еще расставить лимитки, например, 70 центов, там, например, 50 центов. Да, вот какие-то такие маленькие еще поставить, вплоть до 50-40 центов. То есть можно вот так расставить сетку ордеров, можно даже какую-то часть текущих взять, но небольшую, без фанатизма. Там по 10-15% в общем оставили себе сетку. И все, но это, токен сразу говорю, держать его нужно года 2-3, там, плюс-минус до следующего альткоин сезона. То есть железно, и даже тут не смотреть на графики, просто купить себе, закинуть и забыть про эту монету до следующего альткоин сезона. Пока что у нас видно здесь такой нисходящий канал. А мы сейчас подходим к верхней границе, до нижней границы уже монета не дойдет, потому что минусовая зона. Поэтому, скорее всего, монетка может здесь найти, может кто-то такое отрисовать. В общем уровне сопротивления 4 бакса, а дальше сильный уровень 7-8,5 долларов. Тут даже такая зона, можно так сказать. А как вариант, если даже монете в ближайшем будущем, да, будет какое-то движение хорошее на рынке, удастся дойти до 4 баксов. Как вариант, здесь можно сбагрить эти все монеты и ожидать какого-то второго дно, как минимум. То есть здесь начнется такая долгая нудная консолидация. То есть ожидать, что монета сейчас улетает, вот так и все, и пошла рост. Не, ребята, не нужно, вообще не нужно о таком даже думать. Посмотрите, полистайте десяток-другой альткоинов, которые начинали свою жизнь, как они консолидировались, как это все происходило. Так вот, у нас всегда была такая долгая консолидация, ребята. Здесь не один год, ну год запросто будет консолидация, возможно полтора-два в таких диапазонах. Поэтому время набрать монету будет. Можно даже смело поставить вот это вот дно, доллар, доллар с копейками, первый набор. И там чуть-чуть ниже еще тоже сетку выставить, как вариант. Как вариант, если вы такие горячие, там прям взять ну чуть-чуть немного, 10-20% от выделенного бюджета на эту монету. Внимание, да. Эти монеты, они у нас входят в агрессивную часть портфеля. То есть у вас там в агрессивной части портфеля может 10-20 монет и больше. Поэтому там очень-очень маленькие депозиты. Рассчитывать на то, что все эти монеты, они там покажут рост, стрельнут. Не нужно, возможно, какие-то проекты вообще как появились, а так и они соскамятся. То есть вы должны рассчитывать и на такие случаи. Инвестируйте аккуратно, без фанатизма. Не нужно тут котлетиться сразу. В общем, немного, если вы возьмете где-то в текущих, да, даже по маркету, то 4 бакса просто можно ее будет продать и нормально передобирать доллар в районе доллара. Дальше уровни я вам сильно обозначил. Максималка была практически 30 долларов. Возможно, монета запросто, следующий альткоин сезон, то есть больше 11 баксов, да, туда даже 16-20, она запросто может показать такой рост. Давайте попробуем фибу натянуть. Вот, кстати, у нас по фибе, кстати, мне интересный момент. Если вот монетка 30 центов упадет, фиба четко ляжет по этим уровням. Посмотрите, 0,236, 0,382. Я думаю, что монетка может упасть сюда к 30 с копейками центов. То есть имейте это в виду. Поэтому, если набираете, набираете лесенка и, в принципе, вплоть до 30 центов запросто. Потому что именно на 30 центов фиба сходится с физическими уровнями. Здесь уровень, кстати, на 11 баксов очень сильный будет. Здесь очень-очень сильный уровень, поэтому имейте это в виду. Фиба здесь сходится, это очень хорошо. Поэтому, скорее всего, к 30 центам монетка упадет. Даже 618, да? Если даже монета упадет сюда, даже там 40 с копейками центов. Давайте 40 центов. И поднимется сюда к 0,618 по фибе. Ребята, это с 4600 процентов. Это уже 46 иксов. То есть, вдумайтесь, если вы захватите эту монету по классной цене. Классная цена это ниже 50 центов. То есть, 30-40 иксов здесь можно будет сделать. То есть, на ура. Главное, без фанатизма. Без фанатизма рассчитывайте деньги так, что вы можете эти деньги потерять. Поэтому, не одалживайте, не кредиты. Что есть, то инвестировали чуть-чуть. На эту монету выделили и забыли. До следующего альткоин сезона. Но иксануть она может хорошо. А дальше забыл я вам сказать. Один очень плохой момент по этой монете. Сейчас она вместо 153. Но посмотрите сюда. Циркулирующее предложение. Всего 7 процентов. Это печально, ребята. Поэтому, не зря монета может скатиться в 30 центов. Я вам говорю, что может еще быть какой-то краш-тест на криптовалютном рынке. И как раз вот монетка туда уйдет. Поэтому, самая-самая добкубка будет в районе 30 центов по этой монете. Если это, конечно же, такое состоится. Но, тем не менее. То есть, блин. Циркулирующее предложение очень-очень скудное. Следующая монетка. Это у нас Корора. Уже немного такой нашумевший проект. Хоть и он очень молодой. Так же самое. Так же самое. Это район. Видите, вторая половина 2021 года. Проекту ровно год. Но, тем не менее, блогеры уже начинают говорить об этом проекте. У нас место в рейтинге 603. Ребята, это щиткоины. Вы должны понимать, это щиткоины. Да, сейчас циркулирующее предложение. 29 процентов в рынке всего. 29 процентов всего в рынке. Поэтому монет может быть еще больше в рынке. И, соответственно, цена может здесь бороться с предложением. Вот такие вот дела. По проекту Корора. Давайте сейчас пройдемся по Короре у нас. Что у нас здесь можно ожидать. Корора, значит, это универсальный центр децентрализованных финансов. То есть, DeFi. Это платформа стабильной монеты. Единственное, что мне нравится. Она построена на Кусаме. Мне не нравится, что этот проект влез в стабильную монету. Что вы туда лезете, ребята? Неизвестно, что у нас сейчас примет. ФРС, то есть, Америка. Какое законодательство будет. Попадет под это законодательство монета. Не попадет. Какие там проблемы будут. Плюс вы понимаете, что стабильные монеты. Есть USDT. Есть USDC. Там BNB. То есть, огромная конкуренция. Просто вас могут сожрать. Реально могут сожрать из-за вашей стейблкоина. Ну, ладно. Посмотрим. Будем надеяться на лучшее. В общем, Carura. Это проект Acola. И Acola и колонна поддерживают несколькими фондами. Включая там Coinbase Ventures. Panther Capital и так далее. То есть, крутые фонды сюда инвестируют. Конечно, они заинтересованы. И это уже говорит нам о чем-то. О том, что есть крутые фонды. Крутые игроки. И скорее всего, в будущем, на следующем Altcoin сезоне, они будут качать этот проект. Чтобы, естественно, выдать с нас деньги. Но нам нужно быть поумнее. И вовремя разгружаться. Не жадничать. Значит, Carura. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать эффективные, недорогие и сложные финансовые приложения. При этом экономить и время. И они повышают эффективность торговли. Сама платформа, она предоставляет стейблкоин с пультиобеспечением. Естественно, это KUSD. И, естественно, их децентрализованная биржа у них есть. В общем, они предоставляют тут сервис по стейкингу. Вы можете посмотреть. Биржа, то есть децентрализованная биржа. Обмен. Прямой свап у нас. Мосты. Портфолио. В общем, посмотрите за проектом. Можете поклассить, если вам интересно. А вообще, естественно, что нам интересно тут клацать. Нам интересно больше узнать технически, где купить и где продать. Больше нам ничего не интересно, ребята. Тогда переходим на графики. Обычный таймфрейм. Тут такая же ситуация. Дневной график. Монета скорректировалась на 96%. Это уже хорошо. Уже хорошо, но может быть еще ниже, естественно. Сильный уровень сопротивления. Доллар с копейками. То есть, сюда цена может сходить. Она, скорее всего, отобьется. Дальше 2. 2,2 доллара. 3 доллара. Как видите, 4,6 долларов. Ну и фонтан. Это уже где-то туда 6, почти 7 долларов. Сильный-сильный уровень. Но это уже не сейчас. Больше нам интересно, что будет происходить здесь. Кстати, давайте попробуем фибу накинуть. Мы накинем фибоначи. Так, прям уровни чуть-чуть не сходятся. Вот тут такая же ситуация. Видите, мне в принципе 0,5 неплохо сходится. Но монета все равно может упасть, ребята. Монетка может упасть. Видите, если я сейчас опущу ее сюда. Ниже 20-30 центов. Да, у нас 236 уровень четко здесь будет сходиться тогда. Да. Примерно вот так. То есть, есть. Есть за палку допадать. Здесь по монете что делать нам? Где покупать? Где покупать? Ну, тут так же самое. Первая покупка. Естественно, желательно бы опять спуститься сюда. 45 центов в район. Плюс-минус. Если вы такой фанат, боитесь, что цена сейчас монета отсюда улетит. Ну, окей. Можно с маркета купить. Но совсем-совсем чуть-чуть. Хотя я вот... Ну, по-любому будет падение. И по-любому здесь будет так же самая консолидация длится. Больше года. То есть, будет что-то здесь монетка. Когда делать вот такое вот. Неизвестно сколько. Год, два. То следующий литкоин сезон. Это не скоро. Ну, такие вот дела. В общем, можно. Если вы боитесь что-то с текущих капельку взять. Но я бы тогда доллар с копейками просто бы все разгружал и ждал бы потом опять коррекцию. Ну, а более не менее нормальные покупки. Это район 45 центов. Я бы сделал какую-то сетку бородеров. Прямо так 30 центов. Смело здесь покупать. Ну, и 20 центов. До 20 центов тут вообще можно уже будет all in войти на весь выделенный бюджет сюда. В принципе, так же самое. Монету покупаете и держите до следующего литкоин сезона. И не паритесь. Ну, если вы хотите что-то спекулятивно подобрать и продать, да. Ну, я твую сейчас купить и по доллару с копейками желательно уже скинуть это все дело. Не сидеть. Ну, а здесь будет длинная консолидация. Ничего сразу не будет. У нас мы не единственная, да, докуда она может вот такая быть консолидация. Так. Только потом начнется рост. То есть у нас может произойти какой-то перелог. Очень часто такой перед новым обычным циклом у нас идет. Вот цены делают перелог, после чего начинается рост. Поэтому всегда лимитник держите какой-то ниже минимумов. Ниже текущих минимумов ставьте лимитник на случай вот такого перелога в будущем. Вот такие вот дела по проекту и по монете. Теперь переходим к следующей монетке, к следующему щиткоину. Shiden Network. У нас он на 630 месте, близко находится Скорура. А здесь ситуация по циркулирующему предложению намного лучше. 77% уже в рынке. Это уже хорошо. Это уже намного лучше ситуация. Дальше мы видим, да, монета максималка была 8 баксов. Сейчас она, естественно, на дне. Давайте перейдем на проект. Пару слов буквально. Значит, Shiden Network это мульти-чейновый децентрализованный прикладной уровень в сети Kusama. Есть Kusama проект. Пока Kusama проект живет, живет этот Shiden Network. Если что-то не так с Kusama будет, она скаманет. Тогда и этот проект, естественно, скаманет за Kusama. В общем, Kusama Relay Chain, она не поддерживает функциональность смарт-контрактов в своей инфраструктуре. Поэтому она нуждается в уровне смарт-контрактов. И именно этот проект Shiden Network. Он здесь приходит на помощь, естественно, Kusama. Он поддерживает решения Ethereum Virtual Machine, WebAssembly, второй уровень. Поддерживает различные приложения, такие как DeFi, NFT и так далее. По сути, это платформа смарт-контрактов для децентрализованных приложений в сети Kusama. В общем и все. Собственная криптовалюта Shiden, она играет ключевую роль в поддержании и эксплуатации сети Shiden. И может использоваться для размещения и вознаграждения узлов. То есть, оплаты комиссии за транзакции, вознаграждение операторов децентрализованных приложений и так далее. Это, знаете, такая поддержка для Kusama проекта смарт-контрактами. Проект, в принципе, имеет место быть, пока живет Kusama. Kusama, в принципе, тоже интересный проект, развивается. Поэтому есть шанс, что монетка X анет. Давайте перейдем на график. SDN называется. Здесь, смотрите, здесь вот такая вот петель какой-то был. На него не стоит абсолютно обращать внимание. 50 баксов. Это все ерунда. Вот. Его максимум 8 долларов, там 35 центов район. Здесь желательно перейти на логарифмическую шкалу. Так будет поудобнее. В общем, монета 97% сейчас корректировалась. Сильные уровни зоны я вам отметил. Вот первая сильная зона сопротивления, это примерно 56, там 63 центов в этих районах. Поэтому, если с текущих что-то берете, а здесь можно, в принципе, скинуться. Потому что, я считаю, как и по всем монетам, будет какая-то длинная, нудная у нас консолидация. И поэтому можно будет скинуться спекулятивно и перезаходить в рынок, естественно, примерно возле дна предыдущего. И даже можно ставить лимитки еще ниже. Вторая сильная зона уровня сопротивления. Это район. У нас уже доллары 6, доллара 9, практически 2 бакса. Ну и дальше там уже 3 доллара и выше, это уже на будущее. 3 доллара и выше, это уже у нас, ребята, 10x текущих. То есть, уже 10x текущих, понимаете? То есть, даже если не париться, там пытаться подбирать дно где-то, лимитки вот с текущей взяли, досюда монета доходит уже, ну 10x вот уже будет у вас. А если же вы все-таки не горячитесь, а готовы пробовать подбирать дно или даже перелова, вполне может быть 20 центов, ребята, монета на 2 центов может сопросто упасть еще. Поэтому можно не горячиться, оставить спокойно лимитки. Там 25 центов, 20 центов и даже вообще какой-то ультра там копейки оставить по 15 центов уже не знаю. Но тем не менее, все может быть. В общем, если даже нормально взять по 24 цента, ребят, ну здесь уже, видите, 20x есть. Уже 20x. Если там немного ниже цена упадет, туда в 20 центов, здесь уже офигительные иксы. Уже здесь 15x на 3-4 доллара. А монета уйдет к своему Altum High. 8 баксов это 40 иксов. То есть, вполне на монетке можно поднять денег на следующем Altcoin сезоне, если, естественно, проект будет хорошо жить. По Фибе здесь ничего интересного у нас нет. Но тем не менее, рассчитываем на то, что монета все равно может скатиться еще ниже, потому что сейчас у нас глубокая медвежья фаза и там фаза накопления. Вот такие вот дела на сегодня. Если обзор понравился, можете поставить лайк, можете дизлайк. А вообще, смотрите предыдущие видео, где я делаю обзоры интересных Altcoin, в которых также самое можно брать в портфель. А я вам всем желаю удачи. Не спешите, не спешите с портфельным, расставляйте лимитки и просто ждите. Не нужно спешить там с текущих. Сейчас вот рынок убежит. Никуда он не убежит. Аккуратненько расставляем сетку ордеров. И все. Буквально ожидаем год. Потому что, наверное, год сейчас будет такого разноса. То вверх, то вниз куда-то рынки будут ходить. Но тем не менее, они еще покажут нам нормальное дно. Покажут какой-то перелоп перед следующим заходом. Вот такие вот дела. Я всем желаю хорошего дня и пока. Субтитры сделал DimaTorzok